Добрый день, уважаемые коллеги и зрители телеканала МТМ. Мы рады вас приветствовать в муниципальном пресс-центре, чтобы вновь обсудить актуальные вопросы, проблемы и перспективы жизни нашего города. Тема сегодняшней пресс-конференции – предоставление социальных услуг людям пожилого возраста. И осветить эту тему нам помогут наши гости. Директор Запорожского городского территориального центра социального обслуживания Марина Геннадьевна Баринос. Заместитель директора Запорожского городского территориального центра социального обслуживания Анна Александровна Григорьева. А также заведующая отделением социально-бытовой адаптации Хортицкого района Запорожья Ольга Геннадьевна Скороход. Запорожский городской территориальный центр социального обслуживания существует с 1998 года. На протяжении 25 лет своего существования основная его задача – это оказание социальных услуг социально незащищенным слоям населения, людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию, которые нуждаются в помощи. Основная масса – это пенсионеры-инвалиды, дети-инвалиды, люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию. На протяжении 2013 года территориальный центр оказал помощь свыше 5000 человек. Но одна из основных наших задач – это выявление тех, кто нуждается в нашей помощи. На протяжении прошлого года выявлено свыше 6000 человек, которые нуждаются в социальной помощи. В структуре территориального центра существует 25 подразделений различного направления. Это 8 отделений социальной помощи на дому, 6 отделений социально-бытовой адаптации, 7 отделений социальной адаптации детей-инвалидов, Центр учета бездомных граждан, гериатрический стационар. Сейчас реконструкция проходит социального отеля. И в каждом из этих подразделений оказываются различные виды социальной помощи. Всего в территориальном центре работает 500 человек. Основная масса, конечно, это 220 человек, это социальные рабочие, те, которые непосредственно приходят в дом каждому человеку и оказывают социальные услуги. Также это педагоги, медики и рабочие других специальностей. Зарплата социального рабочего, который приходит пожилому человеку в дом и оказывает различные виды социальных услуг, это около 1700 гривен. По-прежнему основной нашей категорией, которой мы оказываем услуги, это являются пожилые люди, которым тяжело выйти из дома и которые нуждаются в социальной помощи на дому. В структуре территориального центра функционируют 8 отделений социальной помощи на дому. На отделение возложено выполнение важнейших задач предоставления социальных услуг самым незащищенным гражданам нашего города, одиноким пенсионерам и инвалидам. Сегодня 220 социальных рабочих оказывают социально-бытовые услуги более чем 2000 гражданам города. Спектр социальных услуг достаточно широк и включает в себя 20 видов социальных услуг, такие как покупка и доставка продуктов питания, медикаментов, уборка жилья, стирка. По запросам подопечных социальные работники могут решить их проблемные вопросы, связанные с необходимостью посещать различные организации и учреждения. Социальные рабочие посещают своих подопечных два раза в неделю. Сегодня в отделениях социальной помощи на дому обслуживается 124 человека, которые нуждаются в особом уходе. Для этих граждан организовано посещение до пяти раз в неделю и с более широким спектром услуг, такие как приготовление пищи, кормление постельно-больного, санитарно-гигиенические услуги. При отделениях работают пункты проката бытовой техники и средств реабилитации. При необходимости, кроме социальных работников, к нашим подопечным могут прийти парикмахеры. При территориальном центре функционирует швейная мастерская, которая готова выполнить заказы на пошив и ремонт одежды. Граждане, которые нуждаются в помощи отделений социальной помощи на дому, обращаются с заявлением в районное управление труда и социальной защиты населения по месту жительства. Все необходимые документы для оформления на обслуживание в отделении социальной помощи на дому работники управлений оформляют самостоятельно. Право на бесплатное обслуживание в отделениях социальной помощи на дому имеют одинокие граждане, то есть те, кто не имеет трудоспособных родных. Те граждане, которые имеют трудоспособных родных, но нуждаются в услугах социального работника, также могут получать социальные услуги, но за оплату, согласно с тарифами. Исполнительным комитетом городского совета создана специальная комиссия по вопросам освобождения граждан от платы за обслуживание. И те граждане, которые имеют родных, но которые в силу разных жизненных обстоятельств оказались также в тяжелой жизненной ситуации, как правило, освобождаются от платы. Комиссия исполнительного комитета городского совета очень внимательно рассматривает подобное заявление, внимательно изучает жизненные ситуации этих людей. И эти граждане получают социальные услуги бесплатно за счет средств городского бюджета. Важно отметить, что основным в работе отделений социальной помощи на дому является индивидуальный подход и чуткое, внимательное отношение к проблемам наших подопечных. В отделениях социально-бытовой адаптации обслуживается почти 900 человек. Среди них около 100 человек – это молодежь с особыми потребностями в возрасте от 18 лет. В среднем в таких отделениях обслуживается в день 30-35 человек. Социальное обслуживание в отделении проводится на безоплатной основе. В отделениях с подопечными работают специалисты, социальные работники, педагоги, психологи, медицинская сестра, которые своевременно оказывают необходимую помощь нуждающимся в ней. Специалисты отделения организовывают индивидуальный коррекционный процесс по восстановлению знаний, умений и навыков, ориентированных на домашние условия, на ведение домашнего хозяйства, на навыки самообслуживания. И психолог, например, может проводить индивидуальную консультацию, групповую, если это необходимо. Может помочь, конечно же, в вопросах, касающихся здоровья и психического здоровья, и улучшения отношений в окружающем социуме. Также проводят психолог коррекционные занятия, тренинговые. С удовольствием наши клиенты проводят время в нашем отделении и с медицинской сестрой под ее присмотром. Занимаются физкультурой, также оздоровительной гимнастикой. Кроме того, нашим клиентам при необходимости тоже предоставляется информация, которая необходима им для профилактики или предотвращения сложных жизненных ситуаций и также их разрешений. Работа в отделениях организована таким образом, чтобы у каждого клиента отделения была возможность посещать его в удобное для них время. Занятия проходят в группах, по интересам, в первой половине дня и во второй. Это организация, конечно же, содержательного досуга для наших подопечных. Это различные праздничные мероприятия, дни именинников, посещение концертов, театров, выставочных залов нашего города, встречи с интересными людьми, чаепития тематические и многое-многое другое. Конечно же, проводятся занятия, кроме того, в кружках по компьютерной грамотности, в кружках по декоративно-прикладному искусству. В сентябре 2012 года на базе отделений социально-бытовой адаптации начал свою работу университет третьего возраста. Эта социально-педагогическая услуга оказалась востребована пенсионерами и инвалидами нашего города. И уже в этом году в районных отделениях работают такие факультеты, как здоровый образ жизни, факультет искусствоведения, факультет музыкально-поэтического мастерства, ну и актерского, это все туда входит, да, в этот факультет, и также декоративно-прикладного искусства. Эти факультеты посещают на данный момент более 200 пенсионеров. Для студентов проводятся лекции, практические занятия, также могут проводиться тренинговые. Все это в рамках программы, которая утверждена и по которой работают специалисты. Кроме специалистов наших отделений проводят занятия также преподаватели Запорожского национального университета, представители общественных организаций, Красного Креста, все это на волонтерских началах. Ну и также в рамках программы могут быть выездные занятия на природе, выездные занятия в музеях, в библиотеках и так далее. Анна Александровна, Вы сказали, что граждане, которые имеют трудоспособных родных, также имеют право на социальное обслуживание, но за определенную плату. Мне интересует, сколько стоит такая услуга? Дело в том, что, как я говорила, отделения предоставляют более 20 видов услуг. Каждая услуга имеет свой тариф. Тариф включает в себя только компенсацию стоимости работы, социального рабочего. В этот тариф не включено получение какой-либо прибыли. Поэтому каждая услуга, в зависимости от того, приобретение и доставка продуктов питания или уборка, она имеет свой тариф. Но нужно сказать, что тарифы эти абсолютно социальны и доступны. Уборка квартиры где-то в районе 12 гривен. Марина Геннадьевна, Вы сказали, что выявили 6 тысяч пенсионеров или пожилых людей, которые нуждаются в особом уходе. А сейчас на обслуживании 2 тысячи человек. Вот в каком уходе эти люди нуждаются или в какой помощи социальной? И как Вы их будете обслуживать, если в трое или в четверо увеличится количество Ваших подопечных? В 6 тысяч выявлено людей, нуждающихся в различных видах социальной помощи, социальных услуг. В 6 тысяч входят люди, которые нуждаются в помощи. И отделение социальной помощи на дому. И дети-инвалиды, которые нуждаются в реабилитации, в отделениях реабилитации детей-инвалидах. В том числе это и бездомные, и клиенты отделения материально-натуральной помощи. Организация материально-натуральной помощи. И в том числе и те, которые занимаются, ходят, посещают отделение социальной бытовой адаптации. Это и пенсионеры-инвалиды, и инвалиды-молодые, как мы их называем, то есть старше 18 лет, которые имеют различные функциональные расстройства и нарушения психики. Какие документы нужны для того, чтобы встать на учет и получать ваши услуги? Достаточно широкий перечень документов или, в общем, нет? Перечень документов не широкий. Для отделений социальной помощи на дому, впрочем, как и для всех остальных отделений, необходимо подать заявление в Управление труда и социальной защиты населения по месту жительства. Для отделений социальной помощи на дому еще также необходимо будет оформить медицинскую справку. И работники отделения социальной помощи на дому выйдут на дом и оформят карту индивидуальных потребностей. То есть изучат потребность человека досконально именно в социальных бытовых услугах. Для отделений социально-бытовой адаптации та же процедура и тот же пакет документов. Существует форма, утвержденная Министерством социальной политики Украины. Она так и называется – медицинское заключение о необходимости предоставления посторонней помощи. В этой медицинской карте определяется группа двигательности пожилого человека. То есть его способность или утрата способности к самообслуживанию. От этого, конечно же, зависит объем той помощи, которая ему будет предоставлена. Насколько я знаю, нужна еще справка из психдиспансера. Зачем эта справка нужна? Действительно, что в этом медицинском заключении есть такая графа о том, что человек не находится на специальном учете в психиатрическом диспансере. Но такая форма, и дело в том, что, наверное, наши работники не очень подготовлены, может, к работе с этой категорией населения. Для такой категории населения предусмотрено создание специализированных отделений, также помощи на дому. Расскажите, пожалуйста, поподробнее об университете третьего возраста. Насколько запорожцы активно пользуются, каким образом туда поступить, и все-таки кого там больше? Мужчин, женщин учатся, и какого возраста ваши студенты? В университете третьего возраста обучаются, могут обучаться все пенсионеры, желающие, да, возраста пенсионного, понятно же, да, ну и, естественно, инвалиды. Поступить, к примеру, на любой факультет, который есть у нас в районных отделениях, да, можно при желании, и обязательно, конечно, при этом нужно быть клиентом нашего отделения. То есть пройти эту процедуру, которую говорила Анна Александровна, да, стать клиентом, и со следующего же дня после его принятия он может стать студентом университета. Это может произойти как в сентябре, в начале учебного года, так и может произойти в процессе учебного года, то есть можно это и сделать и в январе, к примеру, да, и в конце года учебного, то есть в мае обычно, и вот в этом году мы готовим уже в начале июня, в первой декаде где-то будет выпускной бал. То есть студентами могут быть, ну, женщин, конечно, больше у нас, как, наверное, и во всех, в общем-то, общественных таких организациях, да, больший процент, но мужчины тоже с удовольствием принимают участие, и, ну, соответственно, конечно, со спецификой университета проходят различные занятия, вот о которых я говорила. То есть если это актерское мастерство, музыка, танцы, то, соответственно, это занятия вот в таком ракурсе. Если это искусствоведение, то это в основном посещение известных наших городских музеев, выставок, кроме того, лекции и на месте в отделениях, да, об искусстве разных времен и так далее. Если это здоровый образ жизни, очень многие с удовольствием проводят время вот на этих занятиях, да, в отделениях. И, конечно же, с удовольствием слушают приглашенных специалистов, то есть это могут быть врачи, поликлиник, да, может быть, частных клиник и так далее. Получают необходимую для себя информацию о красоте, о здоровом образе жизни. И, конечно, активные формы работы, формы их жизнедеятельности тоже привлекают внимание. Марина Геннадьевна, вы вскользко обголвились, социальный отель. Расскажите поподробнее, что такое социальный отель, для кого он предназначен, как он работает, как он будет работать. На протяжении прошлого года проводилась реконструкция здания по улице Таганской, 8, для того, чтобы в нашем городе заработало такое учреждение, как мы назвали его социальный отель. Прежде всего мы хотим, чтобы этот отель был ориентирован на людей из числа детей-сирот старше 18 лет. То есть это выпускники домов-интернатов, то есть те, которые уже вышли из детского возраста и встали на дорогу во взрослую жизнь. И задача этого учреждения – помочь им найти себя в этой жизни. Помочь, направить, потому что не секрет, что выходят оттуда молодые люди, не совсем адаптированные к нашим условиям жизни. И, во-первых, предоставляется им жилье. Будет предоставляться жилье на какой-то период времени. Это будет решать уже комиссия, которая будет заседать. Будем приучать их оплачивать жилье впоследствии, уже когда они станут на ноги, устроятся на работу, чтобы они могли какую-то часть за жилье оплатить. И таким образом будет оказана им помощь, прежде всего материально, и в то же время с ними будут работать педагог, психолог, который поможет, наставит, расскажет. Надеемся, что от этого заведения будет хороший результат, позитивный результат и принесет он много пользы. Когда откроется, это будет зависеть от того, как будут выделены деньги и как будут закончены работы. Мы уже готовимся к тому, чтобы работать с контингентом, не очень обычным, привычным для нас. Мы изучаем потребность, какая есть у нас в городе. Активно работаем с центрами семьи и молодежи по выявлению тех, кто нуждается в такой услуге. Подскажите, пожалуйста, какая помощь оказывается людям без определенного места жительства? В структуре нашего территориального центра существует центр учета бездомных граждан. Основная его задача – это выявление людей, которые нуждаются в восстановлении документов. Восстановление документов, что даст возможность им иметь, такое есть выражение, связь с государством. То есть оформить себе пособие, оформить пенсию, оформить документы на родившегося ребенка, оформиться в дом-интернат, если это пожилой человек, который нуждается в помощи. То есть основная задача людей, которые работают в этом центре – это выявить нуждающихся в восстановлении документов и помочь им в этом. Это подразделение существует, у нас уже работает на протяжении шести лет. В прошлом году конкретно за помощью обратилось 217 человек. Социальную помощь на дому получают пенсионеры, инвалиды, которые не имеют трудоспособных родственников. Именно родственников, а не детей. Раньше по закону трудоспособные дети, если есть, то тогда они не могут рассчитывать на бесплатную помощь. А как сейчас? Именно родственники или дети – это первое и второе. А если, предположим, живет мама очень далеко от детей, и эта мама нуждается в постороннем уходе, она считается одинокой, не одинокой, на каких условиях ей предоставляют помощь. Родственники в первую очередь имеются в виду? Дети, трудоспособные дети. Что касается второй части вашего вопроса, если мама проживает одиноко, ее дети далеко, а она нуждается в помощи, то для этого существует комиссия исполнительного комитета городского совета. Если там тяжелая жизненная ситуация, ей необходима помощь, ждать помощи неоткуда, и она очень долго может идти, эта помощь, конечно же, как житель нашего города, этот человек не будет брошен на произвол судьбы. Безусловно, она будет освобождена комиссией исполнительного комитета городского совета от платы и будет получать социальные услуги на дому бесплатно за счет средств городского бюджета. Если вопросов больше не будет, мы будем завершать нашу встречу. Благодарим наших гостей за исчерпывающие ответы, а вас, коллеги, за активное участие в пресс-конференции. Мы ждем вас каждую неделю в муниципальном пресс-центре. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин